С просьбой рассмотреть вопрос об изменении методики расчета порога минимальной достаточности обратился к премьер-министру сенатор Нурлан Калышпаев. Парламентарий допустил его рост, но не более уровня сложившейся годовой инфляции. Оскару Мамину он направил депутатский запрос. В нем сенатор напомнил, что глава государства поручил постепенно расширять круг граждан, которым можно предоставить возможность снятия излишков накоплений с пенсионных счетов. Однако, обсуждаемый в обществе предстоящий перерасчет пороговых сумм, напротив, значительно сократит число тех, кто мог бы ими воспользоваться. Количество вкладчиков ИНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан республики, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, порог достаточности вырос от 63% для самых возрастных участников до 82% для самых молодых. Создавшая ситуация подрывает доверие к данной программе. Тем временем, скачок цен на недвижимость и рост ипотечного кредитования по итогам декабря прогнозируют в Казахстане. По мнению аналитиков Ассоциации финансистов, причиной этому может послужить ажиотаж со снятием излишков пенсионных накоплений. После информации о том, что минимальный порог достаточности повысит почти вдвое, за три дня в ИНПФ поступили заявки на сумму свыше 240 миллиардов тенге. К слову, для решения жилищных вопросов, казахстанцы уже досрочно изъяли из единого накопительного пенсионного фонда больше 2 триллионов тенге.